Доброго дня! Телефон 202-11-22 сегодня вам пригодится, потому что я думаю, что наш сегодняшний конкурс, а это конкурс на лучшую подпись к фотографии, давайте посмотрим сейчас на фото нашего конкурса, и вдруг у кого-то родится сегодня какое-то интересное, может быть, стихотворение, песня или просто что бы это значило, милости просим к нам в эфир. Ну вот даже уже медведь немного разминается, судя по тому, что как бы немножко уже залежался, как-то хочется подвигаться, сегодня будем мы говорить и о танцах, но это чуть позже во второй части нашей программы. В первой части программы будем говорить о здоровом позвоночнике, это то, что нужно нам, это наша опора, наша, в общем, просто действительно наш стержень, и если у вас будут какие-то вопросы, напоминаю, наши гости будут готовы на них ответить. Итак, у нас в гостях сегодня инструктор по пилатесу, человек, который знает о позвоночнике и не только все, в общем-то, давайте любить и жаловать Марину Крестовникову. Марин, здравствуйте. И с тобой Марина привела человека, который занимается уже, я так понимаю, достаточно долго, Наталья Твердова. Наталья, добрый день. Добрый день. Ну что, Марин, мы сегодня говорим о здоровом позвоночнике, и слово пилатес многие воспринимают как нечто страшное, думают, что там просто что-то типа йоги, где руки-ноги выше головы. Что же такое пилатес? По пилатесу, пилатес на данный момент является самым таким модным, продвинутым, продвинутой тренировкой. Пилатес – это система, которую изобрел Джозеф Хуберт Пилатес. Давайте на него посмотрим. Человек просто выдающихся, мне кажется, жизненных сил. Это вот как раз-таки разница в 30 лет. Да, в начале 20 века. Джозеф родился в 1881 году, так немножко об истории, больным ребенком с различными сложностями, патологией, астма, хронические дыхательные какие-то заболевания, система. И он начал искать пути укрепления своего здоровья, тела, духа. Стал увлекаться и фехтованием, и борьбой, заниматься различными видами йоги, медитацией стал применять. То есть искать пути для своего сохранения здоровья, для укрепления духа, тела. Чтобы прожить долго. И в Первую мировую войну Джозеф Пилатес тренировал своих соратников по борьбе. Его пригласили быть в больнице тренером. Дали ему 30 человек, 30 пациентов, которые были искалечены в войне. И он начал работу над ними, реабилитацию проводить. Придумывал как раз первые тренажеры для таких пациентов очень сложных. То есть его тренажеры были очень такими простыми. По-моему, я видела какие-то то ли чемоданы, то ли коробки. Да, в кровати прям привязывались определенные пружины с различными манжетами. То есть человек, не вставая с кровати, уже начинал тренироваться, заниматься, укреплял свое здоровье. Работал над позвоночником, над укреплением корсета мышечного. То есть первые шаги были такие. И да, в дальнейшем уже Джозеф, переехав в Нью-Йорк, открыв свою студию на 8-й авеню с своей женой, уже начал тренировать профессионалов. Рядом находилась Нью-Йоркская балетная студия. И его учениками в дальнейшем уже стали профессионалы-хореографы с различными травмами, при которых он их реабилитировал. Ну а как обычный человек может для себя это как-то применить? Обычный человек. Все сначала под чутким руководством тренера. Конечно, потому что пилатес, система такая достаточно интересная, ее нужно понять. Там различные принципы принимаются. То есть нужно знать, что принцип дыхания. То есть дыхание у нас происходит через ребра, через боковые стенки. То есть мы с вами дышим. То есть этому учат? Этому учат, да. И дальше уже вы начинаете работать сами. Максимально задействуя мышцы центра, поперечную мышцу живота, многораздельные мышцы спины, мышцы тазового дна, что важно очень для женщин. Мышцы центра. И все это совмещается с дыханием, с точностью, с контролем, с точностью выполнения движения. То есть за вами уже тренер смотрит, как вы выполняете, что-то корректирует. И, конечно же, важно проанализировать сначала человека, виды искривления, осанки какие-то. Все это пилатес решает. Ну, у нас есть фотографии, да. Давайте сначала перед тем, как смотреть фотографии, у Наташи спросим, слово пилатес тебя пугало когда-либо? Ты почему пошла сама? Ну, когда я пошла вообще на пилатес, действительно, потому что, как сказала Марина, это модное направление. Было интересно. Да, так, знаешь, заходишь в компанию и говоришь, я хожу на пилатес. Это практически как я хожу на йогу? Да, это примерно практически так же, как ты ходишь на йогу, все-таки, ой, ну там ты тянешься, наверное, так классно. Но когда ты приходишь и понимаешь, что ты делаешь какое-то упражнение, и ты не понимаешь вообще, как правильно его делать, и к тебе подходит тренер, и говорит, тебе хорошо, тебе легко, значит ты делаешь неправильно. И действительно, когда показывают, как надо дышать, потому что дышим через ребра в сторону и к центру. Куда мы дышим? Зачем мы дышим? Потом, когда начинаешь правильно дышать, ты понимаешь, для чего. Потому что, когда ты на вдохе делаешь определённое скручивание, на выдохе ты раскручиваешься или делаешь какое-то упражнение, это, наоборот, тебе помогает. Не все об этом знают. Да, и в дальнейшем, как попало, иногда задерживает дыхание, что является неправильным. Давайте посмотрим фотографии, что мы на них увидим. Мы увидим, я так понимаю, моменты занятий. Да, момент занятий. Вот мы сейчас видим исполнение сотни. Это, конечно, будет в движении. Да, там очень много. Групповое занятие на роли. Специальный валик, на котором тоже занимаются для большего понимания стабилизации и баланса. Потому что ролик является подвижным очень. Это вот уже, вы видите, большое оборудование по плацу. Пилатос-Аллегра. Пилатос-Аллегра, да. Вот здесь уже идёт реабилитация, вытяжение позвоночника, работа с грыжами, с протрузиями, работа с искривлениями, то есть работа с тазобедренным суставом. То есть полностью прорабатывает. Только ли взрослые могут? И взрослые, и дети. И прям вот до 100 лет вы точно можете заниматься пилатосом. Потому что занятия проходят, могут проходить на спине. То есть вы не должны стоять, не должны с тяжёлыми весами приседать. За счёт собственного, за собственных мышц, то есть... Своих сил. Своих сил, да. Вы будете заниматься и... Многие качают прессу и считают, что так они разрабатывают внутренние мышцы и всё вот это тянут. На самом деле, когда ты занимаешься тем же пилатосом, и ты правильно действительно собираешь центр, внутренние вот эти мышцы... И дышишь в разные стороны. Да, и дышишь в разные стороны. На самом деле, действительно, вот тут-то оно всё подтягивается. И, ну, как правильно сказала Марина, для женщин это немаловажно. Конечно. Друзья, я напомню, телефон прямого эфира 202-11-22. Совсем скоро мы начнём показывать какие-то упражнения. Можете даже расстелить какой-нибудь коврик себе, что-то приготовить, записать. Ну, и напомню, что у нас проходит фотоконкурс. Раз у нас сегодня такая интересная тема, мы говорим о разминке, вообще о том, что для нашего позвоночника нужно. Вот вам такой замечательный медведь. Если вдруг есть мысли, чем же он занимается, что, может быть, за вид спорта поддерживает, звоните. Кольцо для пилатеса. 202-11-22. Тут уже подсказки из зала, кольцо для пилатеса. Ну, вполне возможно, медведь этим как раз-таки и занимается. Звоните. 202-11-22. Наташа, когда на ноты ходишь, какие успехи, результаты? На пилатес я хожу с февраля месяц. То есть практически, можно сказать, целый год уже. Практически год. Ну, про успехи, наверное, проще скажет Марина, потому что она видела меня до. И я бы не сказала, что сейчас у меня уже все идеально, но определенный как бы есть прогресс. И хотя бы я поняла действительно, что конкретно меня беспокоило. Потому что когда ты ходишь, ты не совсем понимаешь, что... Ой, болит спина. Да, ой, болит спина. Что конкретно болит, где болит, почему болит. И, ну, сложно понять, что конкретно для этого надо делать. Особенно, когда работа сидячая. Вот это, мне кажется, это битча. Поколение, сидячая работа. Сидячая работа. На одну сторону человек завален. Сумки тяжелые, опять же, разговоры по телефону и так далее. Вот какие успехи уже можно у Наташи отметить? Вот у Наташи, если разбирать Наташу, да, мы, разбирая, да, каждую составляющую тела, опять же, увидели, что там одна сторона у нас завалена в бок, соответственно, она не работает. Другая сторона на себе несет огромную нагрузку. Мышцы с той стороны, где расслаблены, не включается. Та сторона сильно перерастянута и закачана. Начали просто с выравнивания. Начали с самого такого главного, с таза, соснового тела. Выравнивание таза. Дальше за ним строится выравнивание грудной клетки, шея, голова. Работаем над этим. Ну, чувствуешь? Дышать легко? Ну, я чувствую, во-первых, и люди стали замечать там, ой, ты там по-другому ходишь. Ты по-другому сидишь, там, ой, там, у тебя такая спина. Ну, какие-то вот все равно, когда человек не видел меня, допустим, вот буквально на этапах, а видел меня от начала и вот к моменту сейчас, как я выгляжу, то, ну да, есть какой-то определенный прогресс. Ты рада этому? Честно, да. Ну, при сидячей работе, мне кажется, бить всех, это болит у тебя поясница, болят у тебя плечи. И я бы не сказала, что сейчас у меня все, ну, вот это все болит, на самом деле. Я спокойно отрабатываю свой восьмичасовой там рабочий день и при этом... И летящей походкой. Да, иду на тренировку или там иду домой. Ну, как ни странно, даже перестает там болеть голова. Ну, вот какие-то такие моменты. Да, потому что тут перестает вот это вот все, да, держать на себе всю основу, все мои действия и проще. На отличие, конечно, пылаться от каких-то весов, которые люди берут на себя, это, конечно... И не выносят. Да, и не выносят. Это все поверхностные мышцы для красоты, да, для здоровья. Они как бы особо роли не несут, и мы укрепляем глубокий слой внутренних мышц, которые и позволяют человеку комфортно ходить, комфортно в жизни работать, сидеть, и проходят там головные боли, шея, все, все, все... Большинство не знает о внутреннем слое. Вот, давайте поговорим о слое, в конце концов. Друзья, хотелось бы, наверное, сейчас мы подготовим наш сегодняшний предмет, это арка. Буквально через мгновение вы увидите на ней занятие. Пока же хочу вас, может быть, обратить на улицы нашего города. Мы задали вопрос горожанам, что бы вы хотели изменить в себе. Давайте посмотрим, какие ответы мы получили, а потом уже будем приступать к упражнениям. Усичь, может, побольше. Терпение, чтобы больше было. Поменьше самоедства. Критикую очень много себя. Надо больше себя любить. Меньше лениться. Больше делом заниматься. Вот это самое основное. Получиться, наверное, еще побольше. Второе образование, высшее получить. Лично в себе я бы хотел изменить одно, поправить здоровье свое, вот и все. Лично в себе, чтобы ноги не болели. И все, на остальное на все согласны. Сумя менять уже. Только старость ждать. Счастливую, веселую. И подольше пожить. Быть более целеустремленным и доводить все, что начинаешь. Пока ничего. Во всяком случае, добиваясь пока того, чего хочу. Ну, может быть, больше пунктуальности тогда добавить. Ну, все, в принципе. Нормально вроде бы все устраивает. Если брать профессиональный уровень, да, то повышать профессиональный уровень. Если брать личные качества, то, опять же, начиная от борьбы с робостью и заканчивая критическим отношением к себе. Лично в себе я хотела бы получить образование, захотеть его получать. Больше к людям лучше относиться, наверное, я должна, чтобы у меня все хорошо было. Ну, наверное, стать какой-нибудь более такой активный, открытый. А то я немножко зажата. Ну, а вы, друзья, не зажимайтесь, активно участвуйте в нашем фотоконкурсе. Мы сегодня разыгрываем пригласительный билет на концерт Волжского народного хора «Музыка без времени», «Филармония», 13 октября. Если есть желание выиграть что-то, можно выяснить с вашей помощью, что же за вид спорта нам показывает этот медведь. Может быть, какой-то новый вид спорта вы изобретете. Звоните 202-11-22. Ну, а мы в нашей первой части программы говорим про здоровый позвоночник, нашу основу, внутренние слои, как мы уже выяснили. Они есть, они контролируют весь организм, они позволяют как-то дышать и держать себя лучше. Ну, и есть некий комплекс упражнений. Марин, что это за устройство такое, если честно, пытушное какое-то? Мы сейчас видим арку. Арка по Пилатсу. Джозеф Пилатсу начально придумал как деревянную. То есть она была деревянная, такое, пожестче. Так. Эта арка проста в применении. Мы видим ступеньку, видим верхнюю часть, которая чуть больше, да, чуть выше. На арке происходят все упражнения по Пилатусу. Где-то чуть усложняется задача, где-то чуть становится легче, проще на арке. И мы вот сейчас вот с вами увидим тренировку. Понятно. Идем на арку. Изначально мы разогреем позвоночник. Скручивание. За макушкой мы скрутим корпус вниз и раскрутим наверх. При этом мы будем сильно подтягивать живот. Работать с каждым позвонком. Скрутиться за макушкой вниз. Это то самое скручивание по позвонку. Roll down, roll up. Да. По позвонку. И за тазом. Таз, поясница, грудной отдел лопатки, плечи. Раскрутимся наверх. Дальше мы будем с вами разогреваться приседаниями. Максимально таз уводим назад. Выравниваем позвоночник. Вытягиваем себя за макушкой. Шея с позвоночником все на одной ровной линии. Плечи от ушей опущены. Ребра закрыты, живот подтянут. И вытягиваемся наверх. Так сразу меняется на глазах. Сразу хоп-хоп-хоп человек. Да. Если как бы не соблюдать правила, будет другая совершенно картина. Садимся на ступеньку, разворачиваемся. Одно из основных тоже упражнений. Roll down, roll up. Мне кажется, на нем даже полежать приятно. Просто вот так вот вытянувшись. Наташа кивает. Да, Наташа нравится. Работа со спиной. Скрутиться вниз круглой спиной. То есть не кидаться, как говорится, аккуратненько все. Я так понимаю, что ты плата с... Да, это все-таки нечто не активное, а медленное. Медленное. Медленное, плавно работа тела с разумом. То есть мы с вами одновременно дышим, контролируем полностью упражнение. Выполняем его точно. И плавно. Хорошо. Ноги 90 градусов. Ладони пол. За макушкой вытянутся, живот сильно втянуть. Хорошо. На пять счетов вдох. На пять счетов выдох. На пять счетов вдох. И поплыли куда? Упражнение называется «Сотня». Почему сотня? Делается сто раз. С ума сойти, Наташа! Это жить в целом. Групповых... На групповых тренировках мы, конечно... У нас нет столько времени, да. Мы с вами делаем, ну, примерно 20 раз. 50 уже прям так вот критично. Сто раз было бы идеально. Это дома, в домашних условиях. А что вот можно подложить дома, например, вот, если использовать что-то такое в домашних условиях? Дома все то же самое можно делать просто лежа на коврике, да, лежа, положив коврик, лечь на спину. Все абсолютно упражнения делаются на коврике таким же образом, да. Здесь чуть-чуть больше мы усложняем, где-то добавляем больше прогиба в спине, да. К каждому человеку подойдет свой тренажер. Тут надо уже конкретно смотреть по ситуации. Понятно, друзья. Но если вы заинтересовались темой пилатеса, если вдруг вам не все равно на свое здоровье, на свой организм, на свой позвоночник, ищите Марину в социальных сетях, ищите в группах. Обязательно сделаем у себя записи в группе программы «Универсальный формат». Заходите к нам в контакт. Я думаю, что неравнодушные точно будут. И уж все вместе будем следить за своим здоровьем, за своей спиной, за своей осанкой. Да и просто за друг другом, чтобы выглядеть и чувствовать себя хорошо. Спасибо вам большое, что пришли, рассказали. Но у нас впереди удивительные танцевальные направления для девушек, женщин и не только. Как, может быть, скрасить свои осенние скучные будни, предлагают наши следующие гости. Не переключайтесь. А сейчас весьма интересный опрос нашим жителям задали. Чем же самарцы кардинально отличаются от остальных россиян? Давайте посмотрим и вернемся в студию. Я думаю, что мы просто более гостеприимные, более радушные, более оптимистично воспринимаем жизнь, но немножко более неряшливые, чем все на Волге, на нашей. Не думай до настоящего. Все мысли, как завтра, завтра, завтра. В Самаре очень много людей, которые практически ничего не ценят. С каждым днем их становится все больше. Мы видим это на улицах. Да не должно отличаться. Все люди же одинаковые. Самарские люди, они более общительные, добрые. Вот мне, допустим, как человеку, приехавшему, ну, не коренному жителю Самары, я приехал из Ильгинского района, и как бы первые годы, когда я здесь жил, мне было очень тяжело, я не знал город, и кому бы я ни обращался, мне все помогали. Мне кажется, он бросает мусор не в урну, а возле. Самарцы гостеприимные очень люди, вот, и открытые наиболее. В любом городе есть положительное, отрицательное, ну, вот, как говорят, ой, такие отходчивые, так они все рассказывают, как пройти, как пройти, но с другой стороны, молодежь бывает очень резкая, очень грубая. Какой-то самарский определенный менталитет здесь присутствует. Он во всем отличается, во всех, в речи, как они разговаривают, как они мыслят. Я думаю, более добрые, какие-то люди отзывчивые. Во-первых, у нас красивые девушки, это об этом, наверное, знают все мужчины, всей страны без исключения. И потом у нас все-таки очень красивая, очень умная, очень пытливая молодежь. Жизнерадостные, в Самаре все люди живут. Наверное, очень работоспособный человек. Живем в таком городе, где все время надо трудиться. Мне кажется, очень веселый народ. Подвижный образ жизни, я считаю, что очень много дел решается в этом городе. Ну что, продолжается наш эфир. Сегодня мы говорим не только о здоровом позвоночнике. Буквально пару минут назад завернули мы тему пилатеса. Очень интересно. Будем продолжать вас знакомить с хорошими, полезными видами спорта, нагрузок для нашего организма. Напомню, телефон прямого эфира 202-11-22. Мы сегодня разыгрываем пригласительные билеты на концерт ВОСКО Народного Хора. Очень хочется мне узнать, что же за вид спорта. Может быть, изобрел этот белый медведь. Давайте звоните. Не стесняйтесь. Любые варианты принимаются, только будьте смелее. Ну а смелостью, мне кажется, отличаются наши следующие гости. Потому что они не только сами как-то вот развивают направление танцевальное в нашем городе, участвуют в крутых проектах на телевидении, но еще учат этому своих подопечных. Их хорошо учат. Давайте знакомиться. С нами здесь Надежда Чегенева. Танцор, педагог-хореограф по хип-хоп, дэнс-холлу, джаз-фанк, MTV Dance и т.д. и т.п. Надя, здравствуйте. Педагог по брэк-дансу и хип-хопу Дмитрий Котовский. Дима, здравствуйте. И еще один педагог Елена Шахова. Под ее руководством люди танцуют и хип-хоп, и дэнс-холлу. Я так понимаю, просто так танцуют. Лена, здравствуйте. Я так понимаю, вот ребята на стиле, в образе и так далее. Надя, ну вот интересно, мы с тобой в социальных сетях, когда общались, ты запускаешь новый, ну такой удивительный микс танцевальных направлений для девчонок, для девушек, для женщин. Почему ты решила дать самарцам, самарчанкам такой выбор? Это вообще не новое, это давно забытое старое. Просто леди стайл – это микс нескольких женских направлений, которые можно танцевать в одном занятии. Ну, просто, например, если девушка идет на какую-то тренировку, направление танца, Ну, прям восточные танцы. Восточные. Попробовал вроде, ну, интересно. Попробовал вайкинг, ну, вроде интересно. И вроде все нравится, хочется попробовать. А времени нет. А времени нет на все ходить, да. Вот, и поэтому на леди стайл можно попробовать несколько направлений, какие-то там вок, вайкинг, джаз-фанг. То есть получается это в течение часа меняется музыка, меняются стили, и девушки танцуют? Ну, почти. То есть, например, тренировки идут два раза в неделю. Соответственно, то есть я подбираю, там, например, сегодня мы будем учить вок на следующем занятии вайкинг. Мы сегодня будем учить вок? Мы собрались вообще к Наде сегодня, так посходите, девчонки. Можем сегодня мы учить вок, без проблем. Отлично, присоединяйтесь к нам, друзья. Вот, ну и так, так далее, джаз-фанг, ну и все направления, которые сейчас популярны, известны на телевидении. И вперед. Когда ну ты занимаешься танцами? Ну, танцами я танцую уже пять лет. Просто так это случилось в твоей жизни? Вообще это случилось случайно, на самом деле. Шла мимо? Да, я, ну, вообще в детстве занималась очень давно, ну, это как и все, занимались в балетной школе какой-нибудь, ну, на какой-нибудь кружок ходили. Вот, а я потом начала заниматься где-то в девятом классе, вот, и создали с девочками танцевальную команду, при школе танцевали, собирались. Давайте фото Надины посмотрим, мы сейчас все сами увидим, а потом уже перейдем к ребятам. Надя прислала фотографии, поверьте, там интересные весьма фотографии. За пять лет чего только не было. Были ли какие-то у тебя метания, вот, как мы видим фотографии из одного стиля в другой? Да, конечно, я начинала с хип-хопа, а потом продолжила, начала заниматься дэнс-холлом, хаусом, это вообще, на самом деле, очень разные направления. Что мы видим сейчас? Рассказывай. Ой, это, кстати, фотография с проекта на телеканале «Россия-2» «Большие танцы». Это большой телезионный был проект, был он, если не ошибаюсь, три года назад. В Москве проходил 8 городов, по 100 человек, у каждого есть свой хореограф, у нас хореограф был Виталий Ульбаев. Вообще, кстати, спасибо ему большое, потому что после него я начинаю еще активнее заниматься после этого проекта. Ну, сейчас увидим, да. Да, вот на проекте как раз. Фирменная форма. Наша космическая форма такая. Вот, ну, вообще, участие в этом проекте, это, ну, безумный восторг, эмоции, это очень круто, потому что работа с нашими артистами российскими, работа с съемками, это, естественно, очень круто, это большая площадка, это многочасовые тренировки, это, ну, большой опыт дает, рост. Давайте принимать телефонный звонок, у нас есть кто-то смелый, ловкий, умелый, здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Наталья. Очень приятно, Наталья, занимаетесь ли вы каким-нибудь активным видом спорта, может быть, танцуете, куда-то ходите? Я люблю малышев кататься в зимнего сезона, каким занимаюсь? А летом, осенью? Нет, не занимаюсь, к сожалению. А вот приходите заниматься. Приходите заниматься, Наталья, ну, давайте, мы сейчас увидим наш кинокадр, точнее, не кинокадр, а фото кадр, что же за вид спорта, как вы думаете? Я бы хотела стихотворение прочитать. Давайте, это же очень здорово. Что за ранку поднялась и гимнастикой занялась, ни почем мне холода, хитнес нужен мне всегда. Я красавица-медведь, звать меня на талии, чтобы закрутилось колесо на осиной талии. Обалдеть, мне кажется, это аплодисменты. Ну, а вот говорите, не занимайтесь. Мне кажется, что это просто один из призов сегодня я отдаю вам. Это пригласительные билеты на концерт Волжского народного хора «Музыка без времени». Есть еще у меня один приз, река Таланто, филармония, удивительное собрание 15 октября, звезд, ярких представителей музыкального направления. Если есть желающие еще поучаствовать в нашем конкурсе, звоните. Будем рады. Елена. Да. Как давно вы занимаетесь танцами? Ну, у меня чуть-чуть подольше занимаюсь, я 12 лет танцами уже. Всю жизнь? Ну да, можно сказать, практически всю жизнь. И как так случилось, что вот решили делиться опытом своим? Рано или поздно любой танцор-хореографом становится. Да, да, так и есть. Ну, не в любом случае, не всегда, скажем так, но к этому нужно прийти. Когда ты уже понабрался опыта, и ты понимаешь, что, в принципе, ты готов уже кому-то это передавать, и хочется передавать, потому что самые лучшие замены растем, вырастают из нас, правильно? Конечно. Вот, а нам нужны замены, поэтому растим. Просто, чтобы адекватно это оценивать. Ну, а как? Понятно, что чем дальше, поэтому хочется, чтобы все это развивалось, продолжалось, и поэтому передаем. У меня вопрос. Так как я, так или иначе, в любом случае, занимаюсь какими-то видами танцев и так далее, многие наши зрители просто сидят дома и стесняются, говорят, вот мы придем, мы ничего не умеем, у меня тут хрустнет, там, я не знаю, не поднимется. Вот как вот это преодолеть, вот вы, как человек с таким опытом, что можете посоветовать? Преодолевать, в принципе, это нужно, это надо, потому что, когда ты встречаешься со своим страхом, что нужно сделать, нужно его побороть, прийти. То есть мы начинаем всегда наше первое занятие, мы знакомимся, ничего такого страшного в этом нету, мы всегда поддерживаем наших новичков, потому что это очень здорово, что хотя бы сделать просто первый шаг, собрать вещи и просто прийти. Это самый первый шаг, который нужно сделать. А дальше уже мы разберемся на месте. Брать подружку с собой или другу. Брать подружку, друзей, детей, не знаю, маму, папу, всех берем и вместе танцевать, потому что танцы, это на самом деле такая вещь, она очень сближает, очень сближает, это эмоции непередаваемые, и когда тебе что-то тяжело, ты что-то переживаешь, или у тебя какая-то радость, и ты через танец... Танцуй! Да, танцуй, будь в танцах. Будь в танцах, как говорят. Вот, ты просто это даришь, ты вытаскиваешь из себя и даришь это окружающим. Дима сидит, мне кажется, внутри такой болтает и болтает. Танц это исключительно для физической формы. Дмитрий, у тебя... Дома просто девочки. Да, как сложилась любовь с танцами? Вообще, как-то случайно, я полюбил танцы, потому что раньше, где-то в году 2010, наверное, мы пришли на дискотеку, и тут я понял, что, блин, а девочкам-то нравятся танцующие парни. Которые еще на голове там что-нибудь смотрят, а все в кругу стоят и хлопают. Кстати, Дмитрий у нас танцует брейк-данс, поэтому он умеет всякие трюковые упражнения. Он может даже показать. Ну, а сейчас, подожди, подожди, ты расскажи, как у тебя это случилось. На дискотеку Дмитрий пришел. Вот, да. Там крутые парни стояли в кругу и танцевали, было круто. Я такой думаю, блин, а чем я хуже-то? Че это я не умею, а не умеют? Ну, вот. И что-то нам в школе дали ключи от хореографии, сказали, занимайтесь чем хотите, главное, выступайте у нас на мероприятиях. Ну, мы по видосам там всяким в Ютубе где-то еще находили уроки, учили что-то потихонечку, а потом уже так год за годом, я занимаюсь три года, вот, год за годом так потихонечку опыт набирался, на тусовки выезжали, в другие города, на соревнования, батлы. И так незаметно для себя, Дмитрий. Да, втянулся, как наркотик. В общем, танцоров не бывает, это точно. Это здорово. Друзья, ну, раз на самом деле, как бы, заговорили о танцах и вообще о осени, о спорте, мы обязательно, Дим, посмотрим, как вообще ты двигаешься, я думаю, в конце нам это сделаешь, с большим удовольствием мы посмотрим. Ну, вот, допустим, даже если сегодня кто-то захочет прийти на направление танцевальное, что нужно взять с собой, как подготовиться морально, я знаю, водичка, обувь, что-то там как-то надеть на себя, что посоветуешь? Ну, да, просто нужно взять с собой кроссовки, удобную одежду для себя, и воду можно, да, и главное, себя взять. А то, что в каком виде вы придете, это ладно, главное, себя взять. Надо бы не в туфлике, так понимаю, и не в платье. Ну, смотря от стиля зависит, но в большинстве случаев, конечно, занимаюсь в спортивной, да, одежде, потому что все-таки это танцы. А как часто нужно заниматься танцами? Сейчас они скажут, что каждый день вообще идеальный вариант. Ну, я занимаюсь, по крайней мере, каждый день, потому что обязывает это. Вот, ну, а так, ну, это для тела полезно, нужно заниматься где-то, ну, два раза в неделю, как минимум. Но там захочется побольше. Там захочется побольше, да. Хорошо, в обычной жизни, когда вы, опять-таки, Дмитрий, приходите на дискотеку или в клуб, вы уже понимаете, что вы можете станцевать, и на вас посмотрят. Вот вы танцуете в обычной жизни? Да, конечно. Вы танцуете скромненько или начинаете зажигать? Начинаем зажигать. Обычно сначала скромненько, а потом уже начинаем зажигать. Либо знакомый кто-нибудь выталкивает, давай, ты же танцуй, давай, покажи. В большинстве случаев, когда бывает знакомый, а, ты же круто танцуешь, давай, покажи мне какое-нибудь Жене, давай, покажи, станцуй, и все, и понеслась так. Ну, вот оно оказывается, что Дима, а с девушками помогает знакомиться это? Да, я сейчас с девушкой встречаюсь благодаря этому, потому что я поехал на кастинг в Москву, и там познакомился с прекрасной девушкой. Вот, вообще прикольно. Занимайся танцами, личной жизни помогает. Короче, Димис, приходите. Да, друзья, предлагаю посмотреть опрос на улице города, мы задали вопрос, какими же видами спорта нужно заниматься осенью, и вернемся в студию, тут уже Дима на голове будет стоять, он обещал. Кататься на скейте. Скейтборд, сноуборд, что еще? Кикбоксинг. На велосипеде можно еще, пока снег не выпадет. Гулянием, по лесу, по природе, на берегу Волги. Футбол, волейбол, бегом. Что ты делаешь в спорте? Плаваньем. Бегать по Волге очень хорошо. А вон, как пацаны на роликах кататься. Свежий воздух и ноги качают. На велосипедах кататься по горам. Я считаю, лучше заниматься танцами молодым людям, потому что, во-первых, это модно, во-вторых, это увлекает, в-третьих, это есть стимул, чтобы не бросать это занятие, и это интересно. Осенью лучше всего заниматься рукопашным боем, как это делаю я. Это зависит от человека, кому какой вид спорта нравится. И, как мне кажется, надо заниматься и пробовать заниматься всеми видами спорта, потому что это и развивает тело, можно так сказать, и дух, и намного интереснее жить. Я занимаюсь йогой, поэтому мне больше она как бы нравится из всех видов спорта, и духовно, и физически. И бегать, и на даче работать, тоже спорт. Хоть говорят и нет, все равно спорт. Все движение – это спорт, наверное, так? Акробастическим рок-н-роллом, футболом. Я люблю бегать, я люблю бороться. Много энергии, много здоровья. Можно в теннис, можно на коньках кататься. Гулять побольше, дышать свежим воздухом. Я футбол. Я не занимаюсь спортом, я пью. Я, например, занимаюсь аэробикой. Просто сделать так, чтобы в сборной России выиграл чемпионат мира и Европы, а крылья Совета выиграли чемпионат России и Лигу Чемпионов. Ну что, продолжается наш танцевальный эфир. Дмитрий, который умеет стоять на голове, сейчас вы увидите это. Дима принимает исходную позу. Как выяснилось, то, что вы сейчас увидите, это самое простое. Что это, Надя? Это называется бэби-фриз, это элемент из брейк-данса, это самое простое движение. Ты падаешь или это что-то продолжает? Это он просто продолжение делает. Вот, есть еще несколько вариаций бэби-фризов. Это стойка на руках, разные. Вот скрючила человека вообще. Есть еще такие названия управления из брейк-данса. Флай, свеча, но это тоже достаточно... Можно пяточку пощекать. Вот, но это достаточно уже более сложные и требует силовой, соответственно, конечно, подготовки. Безусловно. Брейк-данс это силовая, это большинство занимается мальчики. Понятно. Друзья, 202-11-22, телефон премиум эфира. Две минутки у нас буквально остается до конца нашего эфира. Есть у нас фотоконкурс, если придумали вы, что же за вид спорта, каким видом спорта занимается этот медведь, можете нам позвонить, предложить свой вариант. Если сегодня пока еще никто не позвонит, а выложим это фото в нашей группе ВКонтакте, будем там тогда продолжать все наши конкурсные мероприятия. Ну что, хотелось спросить, вот если каждый буквально по слову скажет, что для вас танцы и вот все ваши танцевальные направления преподавания, Дима, что для тебя танцы? Танцы это удовольствие, жизнь, как в цитатах говорят. Это просто для себя, для, не знаю, когда в жизни так вот как-то на тебя нагитается все это, все проблемы, и ты такой, эх, как тяжело жить. А потом приходишь к хореографии и начинаешь себя отпускать, как-то весь негатив из себя выливать, допустим, крам, потанцевал там, дэнс-хольчик чуть-чуть. Вот, и все это как-то уже на задний план отходит, и все, и думаешь, да блин, я аж крутой, черт, я танцую круто, че я буду париться? Я с девушкой благодаря танцам познакомился, да. Вообще жизнь удалась благодаря танцам. Буквально пару слов, Лена, что ты танцешь для тебя? Ну для меня танец это способ самовыражения, конечно, в первую очередь, потому что через танец я выражаю себя, свои эмоции, то, что я чувствую, и это такой антистресс, действительно, я подержу в этом Диму, потому что, ну в жизни действительно сваливается разное, и как, с каким бы ты настроением ни приходил туда, хоть что бы у тебя не случилось, когда вот ты видишь детей, которые бегут к тебе, которые бегут, тебя обнимают, и говорят, о, сейчас будут танцы, и ты просто под конец ты другой. Все, уже нет никаких проблем, жизнь прекрасна, хочется жить дальше. Ох, друзья, на самом деле эфир нашей программы заканчивается, танцуйте, приходите на занятия, ищите Надю и всех ребят в социальных сетях, я думаю, это будет вам полезно и нужно. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин